Дорожные транспортные происшествия Столько аварий из-за этого получается. Пусть он даже сам уехал, а кто-то там где-то сцепились между собой. Эта мечта мешает, во-первых, другим водителям. Это опасно для жизни. Я бы хотел, чтобы эти люди действительно поаккуратнее ездили и уважали других участников. Начиная с сегодняшнего дня, беспредельная езда на дорогах вне закона. Нарушения, за которые теперь будут наказывать, в ГАИ условно разделили на четыре группы. Например, шашки, когда водитель беспорядочно перестраивается на дороге. Нервяки — это подрезание при перестроении. Тарапыги означает несоблюдение безопасной дистанции. И, наконец, упертые — это те, кто препятствует обгону. Несмотря на то, что опасное вождение запрещено официально уже с сегодняшнего дня, наказывать за эти нарушения начнут только к концу года. Пока не определена сумма штрафа, но, по всей видимости, она будет составлять не менее 5000 рублей. Чтобы разобраться в новых правилах, было легче. В госавтоинспекции создали специальный интернет-ресурс «Опасное вождение.рф», на котором можно посмотреть видеоролики с наглядными примерами. Екатерина Нервушкина, Игули Замудинова, Раван Фенин, Эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас. Продолжение следует...